Команда собралась, игра началась. На станции юных натуралистов провели экологическое состязание среди подростков. Дети из пришкольного лагеря приехали провести время с пользой и побороться за вкусные призы. Четыре группы по пять человек соревновались в эрудиции на скорость. В разных уголках двора педагоги организовали станции, каждой дали тематическое название. Команды получили станционный лист, где после прохождения заданий преподавателям ставилась роспись. Дружба, Барселона, пончики и мафия – так себя назвали юные натуралисты. Последние справились первыми. Мы там находили цветочки вырезанные из картона и отгадывали загадки. Загадки были довольно простые на тему цветы. Самый сложный был вопрос-ответ, потому что там были также загадки, но они были уже очень сложные. И не только на цветы, и на живот, там еще была промир вообще разный. Дети с энтузиазмом разгадывали кроссворды, искали отличия на картинках. Мальчишки и девчонки проверили и пополнили свои знания о цветах и деревьях. Заодно научились различать следы животных. У нас у всех не получалось последнего угадайка, потому что там были вот эти листья, животные, мы все следы не узнали. Мы мало нашли всего, и у нас не получилось. Очень было легко вопрос-ответ, потому что там давали загадки, а загадки мы знаем хорошо. Ну, мы много читаем. Сложнее всего была станция цветов. Там были очень сложные загадки, но мы справились с этим заданием. Итак, после часовой пробежки от станции к станции по баллам определились победители. Но первенство никак не повлияло на призы. Все получили за командную работу сладкое вознаграждение. Победители команда «Аксиона»! А накануне школьники участвовали в конкурсе рисунков на знания правила поведения на железной дороге. Итоги подвели сотрудники транспортной полиции станции «Уссурийск». Подростков наградили грамотами и подарками. Третье место в конкурсе рисунков по правилам безопасного нахождения на объектах ЖД-транспорта занимает у нас Данилова Юлия. Есть такая? Молодец! Держи! Первое место завоевал Илья Сухоносов. В этот день подросток был не только победителем, но и именинником. Друзья хором присоединились к поздравлениям. С днём рождения! С днём рождения!